Из широких штанов я достаю охренеть какие две крутые пушки. Первая это у нас Катана Длинный Клык, а вторая пушка у нас это Нагитана Элеоноры. Классный просто двойной клинок, который просто разносить всех будет в пух и прах. Ну да ладно ребята, давайте узнаем где в Элден Ринг найти Нагитану Элеоноры и Длинный Клык Катану. Погнали. Итак, начать стоит вообще с квеста Юры, нашего, скажем так, Ронина, который затесался между скалами и говорит всем проходящим, чтобы не совались куда не следует. Ведь там ходят такие окровавленные пальцы, это те, которые кукухой двинулись, там и начали друг на друга нападать и вторгаться в миры. Следуем четко вот сюда, под вот эти скалы, наш друг Юра Ронин будет своей замороченной такой шляпе стоять тут и разглагольствовать, что не следует нам вообще тут ходить. Ведь вроде тут один окровавленный палец с кинжалом, собственно, который мы тоже получим в этом гайде. Итак, соваться вам не стоит в расщелину рядом с грязной пещерой. Вы туда можете пройти как бы сверху так, ну и можете по водичке напрямую пройти от этой точки, где сейчас находитесь. Мы, конечно же, к чертовой матери Юру нашего не послушали и поперлись четко куда не следует, в самую глубь этой расщелины. И тут, как невесть, на нас нападает этот окровавленный палец. Ну, и наш Юра, как бравый Геральт и Ведьмак из Реви, с фразой «Как вы, блядь, так и не научились», заходит и свои большие нагитаны, или, скажем так, катаны длинных лык. Заметьте, что это самая длинная катана в игре. Он тут таких люлей отвешивает этому вторженцу, что ой-ой-ой. После битвы, соответственно, мы проследуем в пещерку рядом с этой расщелиной. Юра тут будет стоять в шапочке нашей и говорить. Зелоги, вы стопите их, вы оставите в пещере. Вы уверены, что они больше, но только помните. Никаких с их львами остается. И их мудрость преклудит это. Не знаю ваши эмоции, оставьте вашу шапочку. Вы на дороге. Да, после такой проникновенной беседы, Юра также нас может послать, вернее сказать, не ходить туда, собственно, вглубь озера на нашей карте, потому что там, откуда не видеть, спустился с гор целый дракон, да, целый. Но, как мы уже знаем, вернее, если вы смотрели, конечно, то есть еще и прохождение этой игрушки я этого дракона завалил. Да, ну да ладно, после, соответственно, нашей беседы нам нужно отправляться чуточку далее, на карте вы видите конкретно куда, прямиком к этой крепости, к этим развалинам, грубо говоря, к Академии местной, тут типа, как говорится, ученые у нас обитают. Мы сейчас идем к точке 2, предместе Академии. Слева буквально от Академии, где у нас самое большое пространство, самое большое озеро, наша задача будет похитить ключ от входа в Академию. Меж тем, ключи будут охранять очень злые враги и самый толстый такой босс, целый дракон будет охранять. Да. Ну, самое главное здесь в том, то, что дракон нам вообще не нужен, по факту так. Мы можем его вообще обойти аккуратненько и стырить наш ключик. Собственно, то, что сейчас вы и увидите. Волшебный ключ Академии у нас получен. И можно левиоса отсюда, да побыстрее. Итак. Вы видите южные оборота. там буквально все просто вам нужно лишь аккуратненько все эти фортификации обойти и проследовать прямиком к этим воротам я думаю не запутаетесь проходим сквозь них ведь у нас теперь есть ключик и мы оказываемся в озерной лаурии там что-то такое и буквально здесь рядышком у этого обрыва такого живописного будет находиться очень интересная деталь и здесь будет находиться красный объект призыва да вот эта красная надпись которую вы сейчас видите ваша задача к ней подойти активировать и помочь нашему другу юре чтобы защитить его от окровавленного пальца который напал на него ну когда он не ожидал грубо говоря ну все юрец у нас точно доволен получили пепел войны теперь давайте с ним поговорим ранее за счет Да, я смотрю Эллинора за несколько часов. Она уничтожена из всех ушей. Она уже сочетала много лошадей, но в связи с ее сладостью. Эллинора... она рада. Если она пришла для тебя, не думайте дважды. и даже в этом случае его советом мы не будем пользоваться уносить ноги это не наш конечно же вариант да теперь наша задача это разблокировать подъемник декстуса вернее этот лифт и тут у нас есть два пути а как это сделать просто на карте видите где сейчас находится следующая наша точка куда нужно следовать но тем не менее нужно преодолеть этот великий подъемник декстуса тут есть два пути а как его открыть первый это легальный через форт хейт и через там форт фарот там у нас будет лежать две печати декстуса собрав которые мы сможем конечно же подойти к этому подъемнику сделать проезды сан и тут у нас произойдет чудо у нас раздвинутся двери и мы таким вот а легким способом переместимся куда надо второй же способ это проследовать через пещеру которую вы видите сейчас на карте здесь нужно пройти через вращение на сводкой части аккуратненько все это вот форсируя там вы увидите лестницы ну и проход в пещере в пещере будет находиться у нас дракон собственно босс это на самый небезопасный способ конечно же прохождение потому что нужно убить босса случае с печатью дексуса нужно будет просто напросто ловко побегать к слову если смотрели мои предыдущие гайды то когда я рассматривал пираманта самурая я как раз таки показал как легко получить печати дексуса и открыть подъемник но мы конечно же давайте продолжим как только мы транспортировались сюда сразу же отправляемся на нашу точку первое это можем конечно же продвинуться через за вверх а через ворота можем просто напросто обратным путем как мы бежали с подъемника дексуса здесь один главный минус что конечно же вас могут с разных сторон застрелять что конечно же будет некомфортно но я думаю что вы справитесь и преодолеете этот маршрут здесь между прочим рядом находится наш столбик с картой которые конечно же не стоит не замечать ведь и вам тогда проще найти будет то место где находится элеонора а который собственно бредил наш юрец так указатель наш немного неправильный вот нам нужно четко в это поселение скажем так в это здание здесь у нас будет находиться храм храма реки насколько я помню 2 храма итак как только мы прибежали к нашему храму сразу стоит заметить вокруг храма будут бродить собаки которых конечно же вам нужно будет истребить желательно ведь у вас будет скажем так серьезная батарея с этой элеонурой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Длинный клык Катана очень даже ничего Нас сразу же туда поджидает Леонора Лиловый там что-то там Скажу так Битва с ней будет очень трудная Поскольку враг у нас очень быстрый Атаки у него бурзые, резкие Да еще плюс ко всему призывают драконов Тут не видят куда Дракона тут два Первый это который плюется огнем И который вот так бешено орет Как с ними сражаться? Ну понятно Тот который плюется у нас огнем От него можно спрятаться за препятствием А вот тот который орет Вот тут будет сложновато Конечно же за препятствием тоже можно скрыться Но нужно будет очень быстро За него перебегать Ведь как только включает эта дамочка У нас своего орущего дракона Сразу же у нас за фул хп сносится Поэтому нужно максимально стараться держать ее за препятствием Нашу Леонору И как видите я ее старался убивать Нашими дистанционными атаками С помощью конечно же меча ночи и пламени Которую собственно недавно я в одном из своих гайдов Показал как легко добыть Обязательно посмотрите Стоит также отметить Если вы хотите получить сет нашего юрца То не забудьте конечно же посетить хромарики В заснеженной локации Это после скажем так подъемника дексуса Когда вы отправляетесь вглубь крепостей Всех вот этих фортификаций золотого века местного Там в заснеженной локации В храме марики будет находиться двойник нашего юрца И из него вы сможете получить полный доспех Но меж тем Нагитана и Леонора у нас получено Это собственно все что я хотел вам показать ребята И самое главное давайте рассмотрим этот потрясающий предмет Изничтожение врагов Длинный клык стакается от силы и ловкости Все здесь понятно Качаете ее и получаете убера оружия для нагибания Нагитана и Леоноры у нас стакается Сами знаете от чего от колдовства силы и ловкости Бьют у нас кровью и огнем Бомбическая тема Потому что с помощью определенной заряженной атаки Можно сносить бусу А то и нескольким врагам Сразу по половине по трети там хп Это очень мощно Ведь оружие у нас двойной клинок А это значит можно получить еще какой-то такой двойной клинок И с двойной раскруточкой крутить всех сами знаете на чем Ну да Здесь все таки Alden Ring и все возможно Ну все то вы прекрасно все видите сейчас как это все работает Если прочитать конечно же описание этих предметов То станет ясно что разработчики уже сами подразумевали Что стоит играть с этим оружием с наскоком То есть нужно прыгать и делать атаку Тогда будет дамага гораздо больше Об этом сказано собственно в описании Стоит также отметить то что это оружие очень хорошо В пвп Ведь у нас здесь атака которую сложно заблочить А при условии того что в заряженной атаке Леонора У нас способная с насколком проводить атаку То есть столкнуть ее в этот момент очень трудно И это очень хорошее подспорье В отношении длинного клыка Поскольку эта катана очень длинная И самая длинная в игре То она позволяет если конечно же нацепить на нее правильный Правильный пепел войны Можно нехило так всех нашинковывать Ну да ладно ребята Я думаю вам понравилось это видео Ставьте лайки, комментируйте И конечно же подписывайтесь Всем удачи, до новых встреч, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok